Эпитемия На библейский портал Экзегет поступил следующий вопрос. Можно ли само себе назначить эпитемию? Кто не знает, эпитемия — это некоторое лекарство, прочующее твою душу. Потому что каждый грех, каждый порог оставляет в душе рану. Даже если Господь и эту занозу из сердца твоего вытаскивает, все равно остается след. И хорошо бы какие-то духовные перемочки к этой ранее перекладывать. Эпитемия — это то, что сохраняет в дальнейшем тебя от повторного совершения этого же греха. Она бывает разная и совершенно не страшная, как может некоторым показаться. Какой-то священник любит поклоны, допустим. И говорит, вот, делай теперь, вот за этот грех, может быть, целый год по одному поклону в день. Или 40 дней по три поклона. Или дает читать какое-то молитвенное правило. Ежедневное, еженедельное, может быть, дней на 40. Или на какой-то более короткий период. Кто-то дает читать главы из Евангелия, мотивируя православных христиан читать самую главную книгу, книг нашей Церкви. Мы знаем множество преданий старцев. Мы прочитали все предсказания, ложные и не очень. В последних временах прочитали сотни тысяч страниц о том, как молиться так, чтобы получить просимое наверняка, о Евангелии не знаем. Поэтому многие священники дают удивленным православным христианам в качестве эти эпитемии благословения читать по одной главе Евангелия в день. На мой взгляд, эти эпитемии самые лучшие. Когда ты даешь человеку то или иное молитвенное правило, которое он и так должен, как православный христианин, исполнять ежедневно. Зачем они вообще нужны? Чем тяжелее грех, тем глубже и острее чувство после исповеди, что этого мало, этого не хватает. Хочется как-то сильнее раскаяться, что ли, принести какие-то плоды покаяния серьезные. Человеку сложно осознать, что Господь прощает тебя сразу, просто так, ничего не требуя взамен. Хочется что-то дать, принести какую-то жертву. Жертву времени, жертву усилий, материальных средств, чего угодно, так, чтобы хоть в чем-нибудь себя ограничить и улучшить, допустим, жизни тех, кто находится рядом с тобой и требует твоей помощи, вот в честь и память того события, которое изматывает твою душу, точнее, для того, чтобы какое-то внутреннее искупление этого греха ощутить. Потому, даже если человек ворочает нос от благословения священника, да что это такое, что мне эпитемию еще какую-нибудь давали, вот когда он входит вот внутрь этого благословения, он действительно по-настоящему чувствует внутреннее облегчение. Можно ли дать себе самому такую эпитемию? Ну, если священника вблизи нет, если ты раскаялся, батюшка тебе ничего не сказал, не дал никакого послушания духовного, то, в принципе, вы можете самостоятельно принять какой-то, дать какой-нибудь обед, но хорошо бы все-таки, чтобы священник дал ему оценку. Потому что мы часто сталкиваемся с тем, что люди приходят на исповеди, или говорят, батюшка, я вот такой обед принял, я не смогла его осуществить. И дают совершенно какие-то безумные, на самом деле, обеды, чуть ли там не уходить в монастырь, или нечто подобное. То, что влечет очень серьезные последствия не только для тебя, но и для тех, кто же находится рядом с тобой. Поэтому, в принципе, можно Господу Богу что-то пообещать, но принесет ли тебе эту духовную пользу? Дал обед, держи его. Не можешь, иди опять к священнику и рассказывай об этой ситуации. Проще всего, действительно, ничего самому не придумывать, а просто поговорить с духовно опытным батюшкой. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok